Слава Богу! Очень рад видеть всех вас. Действительно, такой праздник. И тоже хочу поздравить, что вы добрались на этот праздник. Интересно, когда на пир, физически все спешат, встречаются различные сопротивления. Так и здесь. Бывают разные сопротивления технического характера, но вы добрались. Слава Богу! И такое великолепное время. Господи, мы благодарны Тебе за этот уникальный, необходимый пир Слова Твоего, Иисус. Пир собраний святых. Пир радости нетленной, вечной радости, Иисус. Вместе с Тобою, в которой мы уже пребываем, когда садимся у ног Твоих. Вот так, как сейчас, Господи. Слава Тебе, что Ты исполняешь нас Духом Святым, поднимаешь нас, Иисус, и мы готовы. Благослови это небольшое слово вступления. Пусть оно послужит тому, чтобы воспринять основное слово Иисус, приготовить сердца для этого во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. Итак, в четверг было потрясающее занятие, занятие пастора Шаллера. И обудряю послушать его о вас на блоге, на YouTube-канале. И отчасти оно касалось темы доказательства невиновности Павла в его адрес. Когда он представал и перед Фестом, и перед Отгриппой, никто не мог найти обвинения или доказательства обвинений в его адрес. Это натолкнуло меня, вернее, да, сразу же прокуратически натолкнуло меня размышлять на эти мысли, что нет никаких доказательств в наш адрес, каких бы обвинений ни шли. Мы рассмотрим три стороны обвинения. Но я хочу рассмотреть его, вернее, эту тему в контексте Евангелия от Луки, 23 главы 42-43 стихов. Истинно говорю тебе, ну давайте откроем, давайте откроем. Евангелия от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. Одну секундочку. Итак, и сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал Ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. Итак, вы знаете этот контекст, и какие потрясающие слова. В двойном смысле. Что, если мы с вами поразмышляем, что означают эти слова под собой? Это означает, что злодей или разбойник, который недавно совсем поносил тоже Иисуса Христа, полноправно называется или оправдывается и снимаются с Него всякие обвинения. Эти слова подразумевают, в особенности о том, что Иисус сказал Ему, сегодня же ты будешь со Мною, эти слова подразумевают, что Он теперь праведник и святой. И они потрясающие. Подумайте о том, в этой картине, что они также потрясали и с другой стороны. Потрясали то окружение, которое находилось рядом у Креста, когда распинали Иисуса Христа. И там, конечно же, мы видим громогласные слова в адрес обвинения, в адрес Иисуса Христа, обвинения в Его сторону. И мы можем предположить, что когда Иисус Христос сказал разбойнику, сегодня же ты будешь со Мною, то сколько людей в себе, а может быть и вслух говорили, да как он может? Или же сколько людей, не знающих Христа, могли бы подумать, неужели этот злодей оправдан полностью и еще пойдет и на небеса? Тем более, что он сам совсем, ну, по Писанию это 2-3 стиха назад, но мы не знаем сколько времени, он сам признался своих злодеянек, когда упрекнул своего разбойника и сказал, мы, как ты смеешь обвинять этого человека, то есть Иисуса Христа? Мы с тобой заслуженно получили это наказание. Представьте, теперь, вероятно, по Конституции Римской, он признает, что мы заслужили с тобой смертную казнь. И теперь, когда вся эта картина предстает, они услышали то, что сказал им, то, что сказал Иисус Христос этому разбойнику, сколько различных голосов можно было услышать о людей. Например, вы помните Симона Фарисея, когда он принимал Иисуса Христа, он себе там был тоже недовольный, когда к нему прикоснулась женщина, и вы помните, он говорил, если бы он знал, кто эта женщина, он бы не позволил этому случиться. Или же в другом отрывке говорится, прощаются тебе все грехи Иисуса Христа с героями. И опять же, всякие пш-пш-пш и тому подобные обвинения в его адресе, да как он смеет ставить себя на место Бога. А Иисус Христос со всей властью говорит, «Сегодня же ты будешь со мной». Эти слова под собой означают, ты полностью будешь очищен, ты полностью оправдан, ты праведный, ты святой, ты теперь совершенный. Да, по конституции римской он получил наказание, но в духовном смысле с него сняты всякие обвинения вмененного греха Адама, личных грехов, которые он признает, что он заслужил. И он теперь совершенный и святой. И все потому, что в это же время проливалась кровь Иисуса Христа на кресте Голгофы, которая покрыла все грехи абсолютно. Все грехи без исключения всех людей. Что каждому вот так пришедшему и смирившему себя перед этим посланием Евангелия, он может теперь полноправно сказать, «Ты будешь со мною, ты уже со мною в этой жизни, в этой жизни благодати на земле, и ты будешь со мною на небесах». И в нашей практической жизни мы тоже можем слышать эти голоса, поскольку мы еще ходим в тленном теле. Эти голоса звучат от дьявола, когда он день и ночь может обвинять нас. И это все духовная битва. Мир обвиняет, подобно как он обвинял Иисуса Христа или Павла по этому занятию. Он будет обвинять, потому что в мире это есть природа противления Иисусу Христу. И это все так же духовная битва. Потому что он не знает другого духа, пока не принял Иисуса Христа. Но мы видим любовь, терпение, долготерпение и все время проецирование любви со стороны Иисуса Христа. И так же и мы порой можем себя обвинять, когда находимся сами в оплоте. И как же нам спасаться от всех этих голосов обвинения, когда уже нету никаких доказательств нашему обвинению, потому что Иисус Христос заплатил за все наши грехи, кровь Его омыла все наши грехи. Так это слышанием другого голоса. Голоса Иисуса Христа, как слушаем мы сейчас. Когда обращаемся к Писанию, мы уже не слышим те голоса, которые могут звучать, как мы с вами сказали, от дьявола, от мира или от нас самих. Мы слышим Иисуса Христа. Нам необходимо это спасение. Нам необходимо оно. И нам также необходимо принять, мы можем сказать, в определенном смысле, этот призыв быть другим голосом Иисуса Христа, спасающим. Этот голос Евангелия, озвучиваемый сейчас через Церковь. Точно так же, как в последней книге Деяний, по занятию, мы можем видеть, какие бы невзгоды, какие бы потрясения, какие бы давления не были, апостол Павел был поглощен лишь только в одно. Два года он затем находился там, на Иждивении собственном, и ждал суда, но все, чем он занимался, когда люди приходили к нему, с утра до вечера говорил Евангелие о Царстве Божьем. И это наша с вами сейчас благодать. Быть озвучиваемым голосом Иисуса Христа в теле Христовом и говорить это Евангелие. Когда Он дает нам спасение на каждый день, чтобы пребывать в Нем. Аминь. Благослови вас Богу.